Наконец, друзья, мы начинаем. Тим SMG против XS. Сегодня будет открывать игровой день в рамках Asia New Bloom. Прокомментирует сегодняшний матч для вас Павел Тол Григорьев в студии UCC. Ну а так-то это получается уже завершение группового этапа. И такая команда как SMG с Мушей и компанией должна сегодня подарить нам хотя бы интересный матч. Потому что уже зачастили на данном турнире какие-то очень неоднозначные игры. Тем более, что SMG, как и XS, бьются в принципе за выживание на данном турнире. Дайности, которые сегодня во втором, Best of 3 будут участвовать, наверное, все-таки бьются в агонии, а не за выживание на турнире. А вот эти два коллектива могут и посражаться. С SMG в данный момент обладают нормальной статистикой, соответственно, идут по турниру на комфортных позициях. То есть еще выходят в плей-офф, как и XS. Поэтому если обе команды сегодня выступят неплохо, если, например, допустим, SMG проигрывает первый матч, но выигрывает второй, то они проходят дальше. Если выигрывают и первый, и второй, то тогда вот у XS могут теоретически проблемы возникнуть. Тем временем, Team SMG набрали себе таких довольно активных персонажей. Обратите внимание на мобильность. Пак, Spirit Breaker, Nature's Profit только за счет своих способностей обладают недвижимобильностью. Shadow Shaman и Ursa, в принципе, персонажи, которые покупают себе блинки, Shadow Shaman, ну, либо Yule может взять какой-то, либо даже без этого в целом играть через Shackle и Hex может быть крайне удобно с предпочтительной дистанцией за счет покупки линзы. То есть, соответственно, вся вот эта гопша на тебя напрыгивает. Shadow Shaman с огромной РНЖ берет тебя в Shackle за их Hex. И там, конечно, мам не горюй. Ну, а тут такой полотнецкий пик получается у XS и Abaddon и Tidehunter. В принципе, персонажи сложно убиваемые. Плюс Abaddon возможность подсейвить имеет. Tidehunter на контр-инициацию может рассчитывать Морфлинга. В принципе, убивать тяжелый Лайкен за счет мобильности и своей плотности, как силовик с большим количеством брони. Выживает легко. Ну, или он так вот на поддержке, на контроле. Пик команды SMG мне нравится куда больше. Налеканность здесь будет у права. Здесь довольно большое количество контроля. Хекс будет у Профета. Плюс два контроля у Shadow Shaman. Плюс у Урса соберет себе какой-то Abyssal. Ну, у Spirit Breaker понятное дело. Ну, и не стоит забывать, что Пак с Dreamcoil, особенно с Аганимом, может неплохо так собаку на поводок сажать. Но, в целом, прекрасно понимаем, что Морфлинг это тот персонаж, который может соль завести. Даже если не переубивать вражеских персонажей, то просто пронести линию где-нибудь по-быстренькому, пока вы там будете драться. Ну, если вдруг игра не пойдет, да, в сплитушку какой-то уйдет, парень. Ну, там Профет в целом, конечно, все это сложно. Ну, пик, в котором есть Тайт Хантер и Морфлинг, всегда может выиграть. Если вдруг как-то одну драку удачно проведут, если смогут затерпеть, да, чтобы все вот это вот провернуть, то, конечно, могут возникнуть проблемы. И добро пожаловать, друзья. Ой. Как меня. Это этот таунт от Спиритбрейкера. Один раз. Поднадоел. Стоял на линии с челом, который просто по КД жал. Ой-ой-ой, как было неприятно. Есть такие вот громкие, да, вот у того же Профета. Такой вот. Громкий за счет этой музыки. Саунд. Тридцать секунд до начала сражения. Так, ну и... В харде будет стоять Ахайо. Он же Агайо. На Нейч с Профити. В мидл отправляется не на паки. Помогать Агайо на топе будет Ахфу на Спиритбрейкере. На нижней линии стоит Муши на Шадоу Шамане. Ну и саппортит он Фейди, да, который исполняет на Урсе. Против них будут стоять Лонг Джи Джи. На Тайтхантере и Райс на Леоне. Тут уже поборолись за рунки парни. Вроде как Фейди-то руну забрал, но неплохо ему так накостыляли. Так вот, в мидл. В мидл отправляется на Ликантропе. У нас игрок команды XS. Посмотрим, конечно, против пака. Главное не нафидить волчарами. Потому что Арбом только так будет их забирать. Так, ну и на топе Абаддон от Солдаута. И Дарли сыграет на Морфлинге. Солдаут, конечно, закидонщик тут еще. Но посмотрим, как сегодня он будет. Конечно, Профету больно втыкали. Он вызвал тут пеньков своих перед тем, как отойти. А вот пеньками тоже лучше бы, наверное, не нафидить. И Морф может быстро их забирать. Ну что, по агрессивности Солдаута на верхней линии сладкая никому не будет. Продолжает нарезать, а Гай думает, да что ж ты-то пристал-то ко мне. Уйди. Так, на нижней линии тоже обмен любезностями продолжается. Так, Абаддон проседает. Ферст Блад. Ага, я тут под прикрытием от Аху. Все-таки оформил ФБ. В карде оформить Ферст Блад, это же прям совсем приятно. Тем более, на таком персонаже, как Нечус Профи, который, в принципе, по игре не будет испытывать проблем с фармом, как бы он на линии не постоял. Как же мне нравятся эти пеньки. Сколько им лет? Блядь, восемь, наверное, им уже. Есть еще такие с эффектом от них, такие партиклы. Тут тоже вроде какие-то партиклы есть, но они какие-то слабенькие. Вот. Вот те вообще суперкрасивые. Ну, Волк, в принципе, покреп стату пока даже впереди пака, да? То есть, судя по вот этим цифрам, Волками он не особо подфидил. Что важно. Ах. Без мана сейчас останется. Ах, мужу боль. Откопали. Медведя. Выйдет без проблем, отойдет. То есть, тут и стики, и фласки есть. Ай-яй-яй-яй, боль для солдаута. И Огайо забирает его во второй раз. Морфинг практически полностью в ловкость перекачанный. Так что практически полностью. Как-то поздноватый итог боя. Не знаю, как-то вот последние месяцы очень странные итоги боя проходят. Они то посреди драки возникают. То есть, через секунд 15, после того, как уже все закончилось, и ты уже забываешь о том, что он должен выйти. Ждешь-ждешь его, он не выходит. Думаешь, ну, значит, я проворонил. Такая вот неприятная история. Пак с ботлом. Выход в нули. Ну, тут, в принципе, маловероятно, что что-то изменилось бы, да? Не крочи. Рашим. Солдаут. Маневры совершают тут за Рункой. Больно, больно солдауту. Скорее всего, не уйдет он уже. Хотя, так-то. Ой, башек. Тут можно бегать, а фу, за соперником. Но он подумал, а нам не надо вообще. Я бы на его месте побегал еще до следующего чарджа. Она загналась бы еще разок. Потом сделал бы ТП на базу. Как раз бы отхилился за это время. И на следующем чарджа уже приезжал бы на линию Морф. Огайо мог бы и остаться ненадолго. Попытались бы, может быть, в Морфа как-то въехать. Ну, так. Чисто. Напугать его. Вот так вот даже в соус перед Брэйки справляется. Прилетает Огайо. Морф под щитком. Плюс, в случае чего, он начнет перекачиваться в силу и забрать его будет тяжело. Но все же выбивать все эти расходники, ману и прочее из соперников обязательно нужно. Пытался тут подденять Рунку Ликан. Не вышло. Так, там первые некрочи уже плывут. К Ликантропу. Бонус и заряженный стик есть у Муша. Так что в случае каких-то нападений можно будет и поиграться со своей добычей. ПТ собирается перед Брэйкер. Огайо. Паст. Орчит. Чипа на Морфлингу можно неплохо так залететь. Если отправить его в Саунс до того, что он начнет перекачиваться. Крестенько его будет быстро спета. Нападение на Тайтхантера. Пока он не получил шестой уровень, решили быстренько убить. Лонг Джи. Долго переживать, если нападение не мог. Слишком много верст урона. Нюков всяких. Ну и плюс Урс, конечно, нарезает очень больно. Быстро сбрели ему пол хп, а дальше доковыряли. Как мамонта забивали его толпой там. Так, ну и скоро уже вторые некра будут у Ликанта. Нападение на него. Шейп-шифт есть на он в Саунсе. А вот не дотянулся шадоу-шаманчик. Теперь Ликан может спокойно уйти. Правда, вызвал волков и остался без маны. Но она накапает. Сейчас, во-первых, а во-вторых, не погнались за ним. Ну, тут понимали прекрасно, что он вот-вот уйдет на хайграунд. Может быть, слишком опасно. А вот куда зашел мистер Солдаут? Тук-тук, продано. Очередное нападение на Тайда. Ай-яй-яй, не хватает немножечко маны до Раваги. Можно было попытаться как-нибудь на развороте подраться, если бы вдруг на телепортах кто-нибудь прилетал. Силы света укрепили свои сооружения. Так, нападение на Леона в центре. Очень активные вообще СМГ, если так посмотреть. Говорил я о мобильности их пика, но думал, что все-таки как-то поскучнее они будут играть. Но нет, активно перемещаются по линиям, сражаются на всех фронтах. Муши заходят тут воровать опыт у Тайда. Если он здесь, в принципе, неплохо так подворовал этого самого опыта, то даже его смерть здесь будет абсолютно оправданна. То, что он здесь умрет, я думаю, никто не сомневается. Быть жить было слишком тяжело. Еще поддержал Тайда. Посмотрим, сколько он. Не показывается опыт, который он получил за счет этих крипов, но все-таки, я думаю, как-то в плюс вышел. Для него уровень важен. Шестой получить ему нужно как можно скорее, тогда уже можно будет вместе со своим Профетом и Паком приходить, давать какой-то пиков, пытаться снести линию за счет серпент-змеек. Урса выход в Battle Fury, которого остаются еще 200 тысячи. А Гайо успевает улететь, ли он не дотягивался. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Под руной волшебства Пак есть Dream Coil. Эритически можно было попытаться поискать приключений. Так, а фу. За кем? За Морфлингом. Ой, как больно. Один... Один удар от Спиридбрейкера и ульта от Профета и Морфлингу оторвало по лица. Но Абаддон на то и есть рядом с ним, чтобы такие случаи пресекать. Съели Пака. Волки и Леон. Нападение... Ага. Не попал, я так понимаю, хексом. Муши? Потому что одного из волков просто превратил. Он в курицу, а не самого Ликана. Да, доели также Муши за его ошибку. Ну и что-то как-то я засиделся, сорри, на Крипштатах. Слишком много поигрешло перемещений. Упустил я этот момент. За руну побежал Абаддон. Руну-то он забрал, но погиб в ответ. Ну и, видимо, будет в резисты плотности и прочее собираться Тайт. Видим различные пайпы от Нила Кримсона и всякую другую историю. А он, Джи-Джи, погибает на нижней линии. Спасти его здесь никто не может. Да и, в принципе, никому это и не нужно. Зашел он довольно глубоко, стоит отметить. И был наказан, соответственно, за это. Как там Морфа дела? Морф со стандартной Морфит-маской выходит в Яшу. То есть это не какой-то фастовый Эзериал Блейд. Возможно, после Яши Эзериал будет, но, скорее всего, Манту придется дособирать, потому что все же Сайленсы у соперника есть. И не один. Скидывать их, конечно, хотелось бы. Все тирадим-вышки соперника забрали СМГ. Остались только тир-2. И в Смаках выход от суппортов команды XS. Возможно, смогут вновь Пака выцепить. Ать! Оп, поймали все-таки Пака. Разбегается спирит-брейкер. Сможет ли Пак уйти? Сможет, по идее. Он еще и уорп в соперника направил. Ну, солдала тут, походу, все. Приплыл. Конь. Аху, говорит, ты не пройдешь. И пускает его просто пока ластхитнуть. Так. Третий не крали контроп. Плюс выходит барабаны. Быстренько давайте пробежимся по всем персонажам. Посмотрим, у кого что есть. Кто что собирает. Квикбай. Только Транкфилла пока со стиками грейженами. Пак выходит в догон, но, скорее всего, это рофл. Ну, как-то догон первым айтемом после дайгера. Хотя, типа, морфлинга быстро пытаться забрать. Не знаю. Я бы осудил. Тем временем, Мурсу уже с БФ забирает Рошана, кстати. но, а с сайленсом выходит в блокинг бар. Потеряли свой нижний тавер с МГ, но, я думаю, они не сильно расстроены. Время Рошана забирает Урса, естественно, остается ему Аэгис. Уже с Яшей морфлинг выходит в манту, как уже мы с вами обсуждали. Хут и Фейзы с грыженным стиком у Тайтхантера. Пока как там. Не то, чтобы не густо и не то, чтобы отстает, но хотелось бы явно больше. Убили его пару раз крайне обидно. У Леона пока тоже ничего нет, ну и сам уже обсудили. Очень бедный Абадон. Даже тапочка нет. Так, смог. А вот это уже интересно. Решили вот так вот четвером подраться. Муш и готов с собой пожертвовать. Волки нашли. это шамана. Муши. О-о. Сударь, вам вам не жить. Волки это, конечно, отличное подспорье на смоуганг. В инвизах бегают. Если вдруг их обнаружат соперники и убьют, невелика потеря. Если не обнаружат, то, скорее всего, самому сопернику в итоге не жить. Равага имеется. Могут продолжать свое давление команда XS. Посмотрим, что с этим будут делать SMG. Потому что в данный момент вот так вот в открытую драться, наверное, против Реводжа. Ну, больно бьющего Лекана под шейпшифтом. Не хочется. Второй шейпшифт скоро будет. Там еще больнее. выход в смоках от XS. Проблема от SMG. Проблема в том, что нет оппонента здесь. Поэтому выход только на забор вышки. Шаманч может сейчас поставить гварды и под них быстренько вышку заберут. Да, минус. Верхняя башня сел тьмы разрушена. Урс, конечно, есть и гида бессмертия. Можно было попытаться реализовать ее. мол, ревеш не проблема. Если убьют Урсу, то отобьемся, когда он встанет. Но понимаете сами, что там может Урса остаться один к этому моменту. Поэтому здесь можно использовать как лишнюю возможность безопасно фармить. Если его загонгают, ничего страшного. На любом случае тиммейки должны теперь притянуться до того, как ситуация станет критической. Так, там кстати нет, я уж подумал, как-то массово вот так перетягивается команда XS в смоках, но нет, они просто сместились ближе к центру карты. Довольно активная игра в первые минуты, да, ну, не самые первые минуты, первые 10 минут, скажем. И вот в последние минуты 3-4 осторожничают команду, одни Хаэгис имеется, и поэтому XS, наверное, все-таки не хотят вот так прям в лоб нападать. Да и SMG не хотят нападать, потому что там Тайтхантер с реведжем достаточно опасный на данный момент кликан, но уж точно поопаснее, чем Мурса. И т.д. и т.п. Ну и плюсморф уже, наверное, да, с мантой. Забрать его быстро не получится. Ну вот отдельные какие-то смоук-ганги, это другой разговор, мы уж в очередной раз рассекречивает этот смоук-ганг и абсолютно прав. Через Пуршу его там замедлили и забрали. Курьер и не смог догнать демон, но... И Ахфу тоже ушел. Ну что, будут осаждать лыжку-то? Ой, Ахфу. Ой-ой-ой. Вард, конечно, разобрал, а уедет ли он отсюда? Сайленс на нем, приходит Пак, Абадон увольна, дит, уже началась такая массовая драка, Пак попытается разменяться в райзе, пальцем забрали все-таки. Ахфу, погибает и Пак, Пак смог помочь убить хотя бы Абадона. Пришел Урса, Урса без мана остался сейчас. Стики прожал, мана немного восстановилась, сейчас попытается здесь поразбираться с оппонентами. Минус Агайо, и Морфинга просто нечем убивать. Пропадает Айгис. Такая себе драка получилась для команды СНГ. Айгис, в свою очередь, были абсолютно правы. Серия нападений была, забрали сначала Шаду Шамана, потом Спиритбрекера, Пака, Профета, кучу денег заработали, но скорее отыграли, если учитывать отставание. И теперь еще и Урсы Айгис. Нет, вы его, конечно, не выбили, но, тем не менее, он остается без бессмертия. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, как она ногами-то перебирает быстро. Опа. Прощайте, мистер Леон. На верхней линии забрали его за Орчид. Так, стоп, а там параллельно пара нападений, в первую очередь на Ликантропу нападений, его очень быстро сбрили. А, в кого-то еще ультовал. Спиритбрекер, так, Тайт, Тайт, Реведж отличный по пятерым. Выпилили Шаду Шамана, Урсу также вполне вероятно заберут. Побегу пока под тиммейтом под БКБ, пережил весь входящий урон, забрали, спиритбрекера и... Не дотянулся морф, не успел среагировать. Ну и очередная драка, плюс, я думаю, для Эксесс, хотя, хотя, о чем я говорю, потеряли Ликантропа, конечно же, это досадно. Так-то по золоту и по опыту в нули сражение, но если учитывать, что вы забрали двух суппортов, по сути, а взяли и потеряли своего мейнкерри, это, конечно, досада полная. Тут еще и Пак отлетает на топе. Как-то он один зашел слишком далеко, я даже не ожидал, что такое может произойти. Не дали ему ничего прожать, одну тычку нанес и все. Урса тут бегает вместе с Шадоу Шаманом. Федит нападает на Абаддона. Тут приходит Морфлинг, если раньше Абаддон за Морфлинга встревал, тут уже Морфлинг вписался за Абаддона, но пока до соперников трое, конечно, он оставаться надолго не стал. Это минус Аба. Только переместился на спидбрейкера, он сразу же улетел. Так, Пак возвращается в игру, Вичблэйд себе собирает все-таки никаких догонов. Это и правда было бы странно. И вот торчит уже и у Ликана. Потом у Тайда. Алибарда. Алибарда, в принципе, дальше можно будет попробовать попробовать и в Блинк выйти. Контренициация в таких случаях будет намного эффективнее. Налетает Ахфу на Леона. Сайленс потом удали. Под БКБ Агайо нарезает. Леон погибает. А вот дальше Агайо уходит с телепорта. Ахфу может уехать на чарджах. В принципе, без проблем. А, а я понял, что они хотят делать. Они хотят быстренько срубить Тайдхантера, погода. Есть такая возможность. Там еще параллельно сражение включается Ликан. Спадает с него Стана и он возвращается в сражение. Забрали Муши. Змейки стоят под змейками. Не хотелось бедраться команде Эксес на игру Цыпную и устремились СМГ. Разменялись в его суппорта Эксес. В очередной раз ответные действия данного коллектива не позволяют назвать смоуган командой СМГ успешным. Нападение на демона. Шейпшифта нет. ВКБ нет. Ликана тоже теперь нет. Хороший спайк от Райза по двоим, но не было ни одного кора рядом чтобы продлить это какой-то более-менее удобоваримый мув. Знаете, нам я считаю, что повезло, потому что в 6 часов утра обычно тут на Эйжен Нью Блум такие матчи ну какие-то по 50 минут фарма там какие-то загулы без байбеков и потом команда окапывается на хайграунде и ждет по 40 минут пока этот байбек восстановится а тут прям активная игра это радует просто что СНГ готовы показывать активную игру а XS готовы на нее отвечать причем отвечают они довольно жестко каждый раз когда теряют своего персонажа они где-нибудь на другом отрезке карты или тут же на месте отвечают забирают соперника вот у нас постоянные перемещения такие идут в Шиву выходит Тай Шива один из приятных артефактов на данном персонаже за счет его низкого монопула сыр и эгиду сразу забирает урса ну наверное все-таки сыр можно и паку отдать когда у вас будет два эффективных кора ну либо же агайо да пак хотя бы какие-то возможности выживать имеет вот профит все же нет профит мбкб нет ничего на защиту пак хотя бы на арбах может полетать как-то в шифт уходить нападение идет на верхней линии на Тайдхантера дримфойл выезжает от него Ахфу так сайленс лонг джи джи отъезжает 50 минут нет Тайдхантера можно попытаться можно было бы попытаться забрать вышку если бы она была на топе на миде и на нижней линии конечно это не представляется возможным крипы возле ваших собственных тир-два воров так что тут уж извинял на мид смещается урса но отсюда уходит соперник Абистотблейд кстати говоря от усы будет в перспективе через две с лишним тысячи как там у Ликана Аганим Фейддит нападение на Ликантропа щиток шейп-шифт и полетели уже в ответ за Фейддом у него Аэгис наверное все таки не та цель Агайо улетает БК бой как ему больно как же больно под ультой Ликан бьет ну просто кошмар Муши вот Муши может отвалиться успел Ликан нанести достаточное количество ударов Урса продолжает ретироваться отсюда а там кстати говоря поймали спиритбрейкера и забрали его на Агайо тут же поехал Морф здорово часто здесь бываешь жестко Морф который превращается в спиритбрейкера это просто кошмар забрали все таки Ликана поймали его без формы поймали его без возможности какого-то эскейпа ВКБ напоминаю у него нет но естественно тут он погибает так стоп там нападение в очередной раз от Урсы это раз было на Леона продолжает бегать кошмарить оппонентов но Тейт Хантер уже немного не та цель которую можно в соло так сгрызать 4К преимущество на 26 минуте это немного конечно но номинальное все таки имеется в пользу команды СНГ так Кабадона нашли как же солдал уже наверное сюда стало постоянно к нему цепляются Лонг Джи Сайленс наорал на Лонг Джи несколько раз так Тайд Реведж и пешочком отсюда уковылял ой вот это подкопыч по четверым минус Леон но тут забрали Муши сражаться продолжает Урса у него еще есть Аегис у него есть БКБ под которым он разбивает лицо Мортлингу очень большие проблемы сейчас начинаются у Ликана и остается только Лонг Джи Бедняга на которого заезжает Ах фу ну и его тут будут постепенно загонять вновь как Мамота толпой забивают реально охота целая пришел Абадон подсейвить тиммейт но скорее всего оба теперь отъедут Абадон под ультом как же долго бьют Тайды ну какой же он плотный черт побери ну все вот тут уже погибает и минус тир 3 вышка в центре барак тоже будет падать а вот со вторым не знаю ну хотя бы есть еще время тем более Абадона вновь убили Федит останется без мана для него это не беда абсолютно минус вышка минус бараки доедает пеньками там Агаю и Урса просто уходит своего определенно добились СМГ 12-ка преимущественно 28-ой уже серьезно ну и плюс отсутствующая линия да это лишь мидл и в целом не страшно то есть не то чтобы запушиться у вас лайн но тем не менее момент неприятный курьера подрезали у тайда 3 минуты придется без шивы посидеть в курьере был рецепт и Айгис пропадает у Урса какой прекрасный тайминг да вы как раз закончили все свои дела отошли Айгис пропал у тебя фулл мана восстановилась фулл хп ну если ты просел все ждем следующего Рошана и повторяем до достижения результата такс найдут не найдут ликана полюса муши но в ликана въезжают и его заберут да тут особо без вариантов было ну и дальше вписывался как бы тейт хантер за тиммейта но тиммейта уже нет не только ликана забрали но и его сумонов что важно силы тьмы используют сканирование так нападение забрали муши но вразмен погибает Леон не стоит забывать что все это время нет ликана пака пытались тоже как-то пугать пак слишком обилен не нашли его в лесах но и абадон точно будет погибать продолжает грызть фейдит абадон даже пока тут под ультимейтом забрали в очередную шаду шамана это дайбэк кстати говоря от муши красава летит урса ворьер помочь своему паку нападение на морфлинга морфлинг перекачивается но не хватит него мощности ну и скорее что там по бистолблейду 15 секунд еще до него хотя бы контроль через спиритбрекера будут на него оказывать еще баш и минус тайт а тут и вышка рядом правда крипы не рядом агайо занимается этим вопросом убил здесь пачку крипов еще одну разберут его тиммейты центральную заберут его симоны сам он верхней линии занят на данный момент кираса дальше выход в сильвередж опять же быстренько пробежимся что там парней бкб хочет собрать себе муша на шадошамане пак практически с линкой спиритбрейкер с шадоу блейдом выход в бкб тем временем урсу нашли и забрали свитблинг у него есть а что он делал под под хайграундом соперника непонятно да и стягаю не получится уже с кирасой довольно плотный так морф бабочка после скади ну тайда мы уже с вами рассматривали сейчас будет у него шива курьер восстановился с юлом блинком леон лекан ну все еще собирает и гоним об одном об одном бедняга 3500 нетворса вообще ничего нет так там довольно скоро появится рошан 40 секунд до него как раз урсу появится можно будет плацдарм для атаки рошана создать его команде и уже заходить на рошика паклинка вичблейд старин хочет по крайней мере собрать по 20к график уже устремился в пользу команды снг но безусловная игра которую xs еще могут выиграть это не те 20к когда мы уже досматриваем игру и думаем ну все капец понятно что одна хорошая драка под тайдой морфлинга с лекантропом может все перевернуть разведотряд пошел скан но немного не туда понимает сейчас с снг что соперник в смоках где-то их ищет вот где это еще предстоит выяснить эти заходят на треугольник команды снг откуда вот буквально недавно сами снг то и ушли вот пеньками постоянно агайо пытается проводить разведку но в смоках он оппонентов не заметил а сейчас те уже будут расходиться ага ага а сюда не успевают снг а я говорил помните я говорил еще минут назад что нужно плацдарм для рошана подготовить тут уже с аганимом закатываются конечно но поздновато забрали абадон абадон выкупается хороший реводж по четверым курсом все это время в бкб минус агайо агайо без байбека так что в драку вернуться не может ликантропа забрали вывели из него аэггис лон джи джи отступает его можно в принципе отпустить им без раваги не особо это и опасен на данный момент морфлинг морфлинг погибает оливом выкупился но толку то кто забрал кто забрал аганим у меня вот такой вот вопрос аганим забрал тайт забрали также и абадона и гг пишет лон джи сыром на базе проигрывает команда эксц первую карту даже несмотря на то что на рошана напали забрали аэггис и так далее не смогли нормально далее подраться эксц вовремя сориентировались с нг выбили эту эгиду бессмертия из лейкана который дальше без шейпшифта уже оказался абсолютно недееспособен текс 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 25к нетворса было у урса на момент окончания игры на порядок больше чем у кого-либо из оппонентов или тиммейтов даже 34 тысячи урона все от того же урсевича пак тоже 24 с половиной успел наковырять ну вот не удалось как-то нормально драки провести команде эксц один раз реализовали весь потенциал своего файта они дальше уже все посыпалось ладно друзья вместе с вами ждем вторую карту между смж и эксц с вами студия си си тол и же не вум и мы продолжаем групповой этап точнее сегодня мы его заканчиваем двумя best-of-tree матчами